Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Чистые колеса, чистый город. Стройплощадки проверят на наличие помывочных пунктов. Печальная дата, неразрывно связанная с началом учебного года. В Самаре почтили память жертв бесланской трагедии. Голосуют во время прогулки в парке. В Самаре прошла акция «Я выбираю». Губернатор Николай Меркушкин посетил школу села Воскресенко. Летом она была капитально отремонтирована. Работу провели в рамках программы строительства, реконструкции и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области. Общая стоимость ремонта составила 35 миллионов рублей. Губернатор дал высокую оценку работе и отметил, что благоустройство территории вокруг учреждения выполнено на самом высоком уровне. После осмотра школы Николай Меркушкин поговорил с местными жителями, которые рассказали о своих проблемах и выразили благодарность за проделанную работу. В Самаре проверяют, есть ли помывочные пункты машин на выездах со стройплощадок. Это обязательные условия для бизнеса. Грязь не должна разноситься колесами по улицам города. В Самаре зарегистрировано более 300 площадок. Городские власти проверили те, на которых активно ведутся строительные работы. На 12 обнаружены нарушения. Отсутствуют пункты мойки колес. Все застройщики получили уведомления. На тех, кто не исправил нарушения вовремя, административные комиссии районов составляют протоколы и выписывают штраф. Такую практику мэр Самары считает справедливой. Горожане не должны страдать от строительных работ. На совещании в мэрии обсудили также размеры штрафов. В Октябрьском и Куйбышевском районах они достаточно высоки. И потому строители уже после первого предупреждения исправляют нарушения. Совершенно правильные подходы. Я здесь больше степени поддерживаю Маргуна и Александру Волчкову по размерам штрафов. Потому что они приводят в чувство действительно строителей. 5000 метров, значит, все-таки это маловато. Ищите возможности так, чтобы наказание было соразмерно, так сказать, нанесенному ущербу, наносимому ущербу. Чтобы оно было достаточно реальным. В начале учебного года в России вспоминают жертв Бесланской трагедии 2004 года. Тогда террористы захватили школу номер один. Преступники удерживали в здании более тысячи человек. В результате теракта погибли 148 взрослых и 186 детей. О том, как в Самаре почтили память жертв ужасных событий в репортаже Андрея Горгуленко. Каждая строчка дается с трудом. Невероятно сложно подобрать нужные слова. Никита Местрюков пишет письмо детям, которые выжили в чудовищной Бесланской трагедии 2004 года. В письме я написал слова поддержки. Написал, что как важно помнить, потому что если мы помним, люди, которые от нас ушли, они всегда живы в наших сердцах и в наших душах. Участники акции «Память Беслан» 50 молодых людей, учащиеся образовательных учреждений и представители молодежных организаций Самары. За круглым столом ребята обсудили проблему терроризма в современном мире. И посмотрели документальный фильм о событиях 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Также был организован канал видеосвязи с учителем истории Бесланской школы номер один имени героев спецназа ЦНС ФСБ Российской Федерации. Надежда Ильинична – свидетель трагедии, в которой потеряла двоих детей. Она стала инициатором создания в школе музея памяти, где будут храниться письма поддержки отца морской молодежи. Очень важно то, что вы помните, то, что вы не забываете. И когда есть такое выражение, вот у меня огромное горе, когда кто-то с кем-то я поделилась, и этот человек взял на себя кусочек, у меня его становится меньше. Патриотическая акция «Память Беслан» в таком формате в Самаре проходит впервые. Главная цель – профилактика экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде, а также сохранение памяти о трагических событиях и героических подвигах, произошедших в Беслане в 2004 году. Акция проходит в рамках программы «Молодежь Самары», направленная на патриотическое воспитание. Ну и, конечно же, это определенный патриотический аспект, потому что мы здесь говорим о тех героях, которые защищают нас, которые ценой своей жизни делают так, чтобы нам жилось более безопасно. Участники акции запустили в небо белые воздушные шары в честь погибших сотрудников спецназа России, которые спасли в тот день немало жизней. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Дворы, дороги, образование, жилье. На вопрос, что для Самары важнее, ответили жители. Акция «Я выбираю» прошла в парке Гагарина по инициативе молодежного парламента. Мнение людей собирали волонтеры. О том, что больше всего волнует самарцев, узнала Алина Чемерес. Благоустроенные дворы, качественные дороги, достойное жилье, достойное образование, что наиболее важно для самарцев, решают сами жители. Волонтеры в парке Гагарина подходят к людям, оглашают весь список, предлагают выбрать карточки с наименованием того, что больше волнует, затем опускают их в урну. В подарок участникам дарят ленточки с цветами российского флага. В большинстве случаев, конечно, люди выбирают достойное образование, так как это необходимо в наше время. Но молодые люди, владеющие автомобильным транспортным средством, они выбирают дороги. Некоторые семьи с детьми маленькими выбирают дворы. А в основном, ну, есть такие случаи, когда выбирают, что им важно все. Мы молодая семья, поэтому мы выбрали благоустроенное жилье, достойное жилье, вернее, потому что это актуальная, я думаю, проблема для любого семьянина, для любой семьи. И дороги, так как мы автовладельцы, автолюбители. Акция нужна, чтобы выявить потребность населения, наиболее актуальные, так скажем, вопросы. Акция «Я выбираю» превратилась в молодежный праздник, где можно поиграть в настольный хоккей, ответить на вопросы викторины и проверить знания об истории Самары. С инициативой ее провести выступил молодежный парламент. Поучаствовать в вопросе о том, что сегодня для города важнее, волонтеры предлагают в основном молодым людям. Карточки в урне потом посчитают, результаты сообщат депутатам. Мы являемся неким проводничком между молодежной сферой и людьми, которые работают в законодательных органах. Мы все расскажем, то, что действительно волнует людей, и попытаемся внести какие-то коррективы, донести это уже до больших политиков, которые делают дела в нашем городе. Через неделю акцию «Я выбираю» проведут снова, на этот раз уже на нескольких площадках города. Алина Чемерис, Артем Сулайман, События. Рок-группа из 80 музыкантов. В Струковском парке прошел первый самарский рок-флэш-моб. И зрители-участники остались в восторге, как это было в репортаже Валерии Макаровой. Такого Струковский парк еще не видел. Больше 80 музыкантов играют как единый организм. 5 клавишников, 10 барабанчиков, полсотни гитаристов. Есть даже скрипичный альт. Два рок-хита исполняют десяток вокалистов, а вместе с ними и все восхищенные зрители. Это вообще замечательно, потому что я вообще не ожидала, что такое можно сделать у нас в Самаре. Мы молодцы вообще ребята, которые собрались здесь, просто устроили праздник всем нам. И в принципе заряжают, очень хорошо заряжают они. Было очень круто, очень драйвово. Правда, хотелось побольше песен. Когда я слышал, что будет 4 песни, я думал, что будут 4 разные песни, а не 2 песни на репите. Но все равно было очень здорово. Я хочу еще. Мне было мало. Ребят, делайте больше. Было очень круто. Всем рок. Организаторы первого самарского рок-флэш-моба вдохновились московским фестивалем и привезли идею в Самару. Признаются, получилось даже лучше, чем ожидали. Насколько труда было затрачено. Флэш-моб готовили всего 2 недели. Срок для группы из 80 музыкантов почти нереальный. Это неделя без сна. По-моему, убитые нервы. В общем, это было тяжело. Настраивалось это все здесь с 9 утра. Вернее, вообще мы возили оборудование уже сегодня с 8. То есть с разных частей Самары привозили, завозили. Заряд драйва получили и зрители, и участники. Все надеются, что теперь такие флэш-мобы станут традицией. Валерия Макарова, Артем Слайманов. События. Далее коротко о других темах дня. В Самаре снова напали на троллейбус с пассажирами. ЧП случилось в воскресенье, 4 сентября. На пересечении улиц Старозагор и Нововокзальная неизвестные кинули камень в стекло троллейбуса номер 13, который двигался в сторону Воронежской. В общественном транспорте повреждено стекло. По предварительной информации, пассажиры не пострадали. Напомним, на прошлой неделе, 31 августа, неизвестные, на пересечении Московского шоссе с улицы Потапова обстреляли троллейбус, предположительно из пневматического оружия. Никто не пострадал. В сети появился очередной ролик, где запечатлен ход строительства одного из главных объектов реконструкции Московского шоссе – путепровода тоннельного типа на пересечении с Ракитовским шоссе. Теперь горожане могут примерно представлять, как выглядит арка тоннель изнутри сейчас и как она будет выглядеть в будущем. Следствие вновь предъявило обвинение вдове погибшего банкира Екатерины Пузиковой. В августе прошлого года ее приговорили к семи годам за убийство супруга. Однако в декабре апелляционная инстанция отменила приговор и отправила дело обратно следователям. Проверить версию о причастности к убийству кузена банкира Дмитрия Пузикова. На его одежде было обнаружено столько же яда, как и на одежде погибшего. Следствие завершило дополнительное расследование убийства банкира. Обвиняемой по делу осталась его вдова Екатерина. С 5 сентября Самарская область примет участие во всероссийской акции, посвященной безопасности школьников в сети интернет. Для участия в ней уже подано 190 заявок от образовательных организаций и документы продолжают поступать. Основные цели акции – развитие методов обучения школьников безопасному поведению, формирование устойчивых жизненных навыков при работе в интернете. Погодные условия в губернии приблизились к средним показателям. За первые два осенних дня в Самаре выпала, по данным синоптиков, месячная норма осадков. А вот в первой половине начавшейся недели сильных дождей не ожидается. По прогнозам, немного моросить может во вторник и среду. Облачность при этом переменная, а температуры довольно комфортные – в районе 20 градусов. К среде станет попрохладнее – 14-19 градусов. Шаффлборд, новус и жульбак. Современные настольные игры популярны не только в молодежной среде, но и среди людей постарше. В Самаре большое внимание уделяется организации досуга для людей с ограниченными возможностями. На турнире по настольным видам спорта побывала Марианна Мирная. Сергею Алехину через полгода исполнится 90. Ветеран Великой Отечественной войны о своих болезнях и думать не хочет. Говорит, пока есть силы, нужно ходить, гулять и заниматься физкультурой. Тем более, что у Сергея Сергеевича за плечами большое спортивное прошлое. Пока есть возможность, хочется участвовать в спортивных мероприятиях. Я с молодости занимался боксом, плаванием, занимался бегом. У меня и кубки есть и по плаванию, и по бегу, и по боксу. Я на Тихоокеанском флоте был чемпионом Тихоокеанского флота в своей весовой категории. Активной жизненной позицией придерживаются многие пожилые люди и инвалиды советского района Самары. На турнире по настольным видам спорта их больше ста человек. Каждый хочет выиграть кубок и занять призовое место. Никогда не знала, что это то есть мини-гольф. Но так вот повезло, так сказать, получила медаль кубок. Шашки и шахматы – прошлый век. Современные спортсмены с ограниченными возможностями предпочитают шаффлборд, джульбак и новус. Эти игры, по словам специалистов, развивают моторику и глазомер. Но главное, что на турнирах люди, которые не так часто выбираются из дома, могут встретиться и провести время с пользой для здоровья. Это самое главное. В общем-то, вытащить человека из дома, из четырех стен – это основная задача для нас. Потому что люди замыкаются в своем горе, не всегда понимают их родственники. А когда они встречаются с людьми, у которых тоже свои проблемы, поделились, и как-то уже легче. Ведь когда поделишься, всегда легче. Данное мероприятие у нас уже стало традиционное. Оно проводится благодаря нашей муниципальной программе поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. Пользуется очень большой популярностью. Наши инвалиды, граждане, они хоть и люди с ограниченными возможностями, но с большим потенциалом, с большой активностью. И всегда очень охотно занимаются спортом. Победители определяют по двум настольным играм. Призеры получат кубки и медали. Остальные спортсмены – хорошее настроение и стимул участвовать в турнире в следующем году. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. До юбилея улицы Старозагора менее двух недель. Готовность ремонта проверил глава города Олег Фурсов. Когда ученье в «Радость» в Самарской области выберут лучшего студента года. Адресная помощь Пенсионный фонд повышает качество обслуживания инвалидов. Наш следующий выпуск в 17.00. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова